Привет, с вами Soyer и сегодня разговариваем про генерацию псевдослучайных чисел с помощью линейного конгруентного метода. Этот метод используется в огромном количестве реализаций стандартной библиотеки C для генерации псевдослучайных чисел. Всего будет два видео в серии. В первом мы поговорим про генерацию с помощью алгоритма, а во втором попробуем предсказать значения на основе имеющихся данных. И поймем, что на самом деле метод предсказуем. Это его и делает плохим советчиком при генерации случайных чисел в целях криптографии. Для криптографии есть свои алгоритмы генерации псевдослучайных чисел, которые называются криптографический рент. Ну а теперь давайте посмотрим на сам алгоритм. Я думаю, даже школьник может разобраться с этим алгоритмом, потому что он базируется ровно на одной формуле, где итеративно на основе предыдущего значения мы высчитываем последующее случайное значение. Вообще идея метода заключается в том, чтобы обойти какой-то большой массив чисел, ни разу не повторившись, и обойти его в, казалось бы, случайном порядке. То есть это будет выглядеть как случайно. Недостаток метода в том, что этот цикл, огромный цикл прохождения массива всегда будет одним и тем же. То есть мы будем всегда иметь одни и те же числа в том же самом порядке. Хотя при прохождении, скажем, двух миллиардов значений мы достаточно много раз можем вызвать рент, ни разу не повторившись. Сама формула подсказывает нам, что у нас должно быть определено три константы a, c и m. И вот они выбираются далеко не случайным образом, потому что в зависимости от выбора этих констант будет зависеть и глубина последовательности, которую мы будем обходить, ни разу не повторившись. Нас, конечно же, интересуют максимальные последовательности, потому что тем самым мы добьемся максимальной статистической случайности. То есть в статистических целях псевдослучайный алгоритм, LcG, он очень хорош. Но вот для генерации, скажем, случайных чисел в целях криптографии он плох, потому что предсказуем. Как я уже сказал, будет еще отдельное видео, где мы его легко предскажем. Окей, то есть есть вот эта формула, и для нее нужно подобрать правильным образом константы a, c и m. И существует требование к этим константам, но на самом деле они давно уже все известны. И разные компиляторы используют разные значения этих констант, но их не так много. То есть популярных значений мало. Более того, есть уже готовая реализация, которая позволяет нам в диапазоне от 0 до 32 767 получать случайные значения. Но мы не будем делать эту реализацию, мы сделаем более простую и самую глубокую, скажем так, реализацию, которая будет выдавать 2 миллиарда значений. И здесь хочу сразу предостеречь, что неправильный выбор вот этих констант a, c и m приводит к получению статистически плохой последовательности. И вот известный случай, это алгоритм RENDU, который много лет использовался в Unix, и оказалось, что он генерирует некачественную псевдослучайную последовательность с позиции статистики. Если интересно, прочитайте на Википедии, что это значит. Ну вот коротко она нам показывает, что случайные значения будут располагаться вот в этих 15 плоскостях. Ну, не буду глубоко в это вдаваться, кто заинтересуется, прочитает. Окей, мы же будем делать мультипликативный конгруентный метод. Его особенность в том, что у него константа c равна 0. То есть вот эту часть мы занулим, и у нас останется a, xn и m. xn это предыдущее значение RENDU, и в реализации в c она называется seed, зерно. Окей, но нам по-прежнему нужно подобрать константу a и m. Слава богу, они тоже нам уже подобраны. Это 16807, и вот это здоровое число 2 147 483 647. Ну, это на самом деле красивое 16-ричное число, и когда я его запишу, вы удивитесь, насколько оно красиво. Окей, то есть вот эти две константы мы будем использовать для генерации наших псевдослучайных чисел. Ну и сам алгоритм выглядит настолько примитивным, что в вузе его, по-моему, на первом курсе дают реализовывать. По крайней мере, нам давали именно тогда. Мы назовем программу lcg, определим глобальную переменную, равную единице. И, собственно, наша функция lcg, которая будет выглядеть следующим образом. У нас есть значение a16807, и у нас есть значение m, равное... Вот как раз про это красивое 16-ричное число я и говорил. Это и есть наших 2 146 миллионов и так далее. Как видите, в 16-ричном виде оно гораздо приятнее записывается. А теперь реализуем расчет, собственно, нашего алгоритма. И, как видите, здесь ничего сложного нет. Это простая совершенно формула. Вернем сид, ну и проверим теперь, что наш алгоритм работает. Для этого мы просто запустим printf %d lcg. В данной реализации нетрудно догадаться, что при сит, равном единице, у нас всегда будет выдаваться одно число, и оно будет 16807. Давайте скомпилируем и проверим. Да, 16807. Окей. А давай теперь посмотрим, насколько глубокой будет эта последовательность. Для этого мы введем значение r, которое будет равняться у нас случайному значению, и значение n, которое будет равняться у нас глубине последовательности до первого повторения. Ну а теперь, пока у нас метод lcg не выдаст 16807, мы будем вкрутить наш цикл. Ну а в конце выдадим наше n, и посмотрим, чему оно будет равно. То есть сколько неповторяющихся значений будет выдано. То есть мы знаем, что при сит, равном единице, первым значением вот здесь вот будет присвоено 16807, а дальше мы будем ждать, когда оно повторится, накручивая n. Проверяем, что все работает. И здесь нужно немножко подождать, потому что перебор вот этих двух миллиардов значений, он потребует некоторого времени. Окей, мы получили число 2 миллиарда 147 миллионов 483 646. Это количество неповторяющихся чисел. И если вы знаете, то максимальное количество чисел в последовательности это 2 миллиарда 147 483 647. По крайней мере, именно по этому модулю мы берем число. То есть это все числа, которые могут быть в этой последовательности. То есть при этих параметрах мы перебираем их все. Теперь, если мы изменим параметры, ну, например, мы возьмем и зададим вот здесь число a, равное 10. Вы сами понимаете, что при таком a будет выдана десятка первым числом. И пока мы его не повторим, будем считать глубину последовательности. И посмотрим, какая последовательность будет в этом случае. В данном случае последовательность получилась гораздо короче. Она получилась всего 195 миллионов. Именно поэтому подбор вот этих параметров очень важен. Если мы неправильно подберем эти значения, то мы не то что не получим случайной последовательности. Мы ее получим, но она будет крайне неудачной со статистической точки зрения. И вот здесь поэтому важно правильно подобрать параметры. И, собственно говоря, это и ответ на вопрос, почему при seed равной единице десятка при первом запуске рэнда не выдается. Да, можно подогнать, чтобы она выдавалась, но тогда мы, скорее всего, будем получать не очень хорошую статистическую последовательность. По крайней мере, в том списке значений, стандартных значений, которые используются, вариантов с десяткой нет. Окей, это мы сделали простой алгоритм. Давайте его восстановим. И мы посчитали глубину последовательности. Она у нас получилась 2 миллиарда значений. Если мы будем менять seed, то что, к чему это, собственно говоря, приведет? Ну, скажем, мы сдвинем его на 10 миллионов чисел. На самом деле, изменение seed равносильно в данном случае просто сдвигу на середину вот этого перебираемого массива. То есть мы просто получим меньшее значение остаток вот этого массива. Но так как рент – это циклическая вещь, и он будет крутиться в цикле, исчерпав все значения, он начнет снова сначала. То есть мы, по сути, на самом деле, можем, начав с середины массива, дойти до конца, а потом начать сначала и снова дойти до середины. Но, видите, здесь уже меньшее значение получилось, что ожидаемо. И таким образом, как раз рент, он просто крутит все числа по кругу вот в этом большом здоровенном массиве из 2 миллиардов значений. Есть и другие реализации рента. Я говорю сейчас только про реализацию линейного конгруентного метода. Окей. Но мы знаем, что в реальности редко, когда мы используем рент вот в таком чистом виде. Обычно мы ограничиваем его диапазон. И вот в реализации, которая у нас есть в Википедии, он действительно ограничен. То есть мы берем вот этот вот модуль и тем самым ограничиваем. То есть сам метод нам выдает значение до 2 миллиардов, а мы его с помощью нахождения остатка ограничиваем в каком-то диапазоне. И это действительно некоторым образом усложняет задачу предсказания. Потому что мы уже не имеем первоначального значения, а имеем некий остаток. А этот остаток могут давать множество значений с диапазона. То есть если бы мы, например, с помощью рента захотели сделать рулетку, то мы могли бы сделать следующим образом. Нам нужно было бы случайным образом получать значения из диапазона от 0 до 36. Мы бы тогда взяли и вот здесь добавили процент 37. Вот это давайте уберем все и выведем значение. И вот здесь, казалось бы, все. Мы сделали, ограничили значение и чисто по остатку, по одному остатку предугадать следующее число нельзя. Вот сейчас выдалось 6. Но оно, конечно, всегда будет 6. Но если мы будем менять seed, то это будет разное значение. Но деление с остатком по модулю 37 в остатке может давать 6 для огромного количества чисел. Мы не можем знать, какое реально при этом значение выдал рент. И вот здесь мы как раз сталкиваемся с задачей предсказания по нескольким остаткам. И это я покажу во втором видео. Но оно уже сейчас будет доступно патронам. А на канале оно появится только в том случае, если вот данное видео наберет 3000 лайков. Тогда мы рассмотрим, как вот предугадать значение LCG. И вам станет понятно, почему на стандартных реализациях рента рулетку делать не стоит. Ну, это был канал Sawyer. Спасибо, что слушали. До свидания.